А теперь о главном. Наконец-то расскажу вам, после долгих лет приходов к вам на кухню, зачем все это надо. Надо это для того, чтобы вы понимали, что такое еда. Потому что я здесь рассказываю о том, что такое еда, как ее нужно готовить, как ее готовить хорошо, вкусно и полезно, главное. Так что я здесь для тех, кто не умеет готовить, или для тех, кто думает, что он не умеет готовить, или для тех, кто думает, что он умеет готовить. В общем, все равно вы ничего не знаете. А это Елена. Здравствуйте. Я сознательно сразу говорю, что я ничего не знаю для того, чтобы мастер рассказал как можно больше. В общем, я, конечно, хорошо влияю на Елену, потому что я разрушаю ее стереотипы, связанные с едой. Она вся такая уже разрушенная, но порой она еще может быть собранной, потому что она должна внимать, и она внимает каким-то моим умным вещам, умным советам. Маэстро не разрушитель, маэстро-созидатель. Он вместо разрушенных стереотипов созидает новые нам. Они интереснее, между прочим. Мне больше нравится. Ну, слава богу. Так что можете не выключаться, а послушайте хотя бы раз нормального человека в белом халате, который не ретроград, который не в очочках, который не брюзжит, а который вам откровенно рассказывает, что такое еда, как ее сделать вкусной, как ее сделать быстро, как ее сделать экономно, как ее сделать рационально. Что-то как-то грустно нашему мастеру сегодня. Не как все секреты решила выдать, да? Ну, давайте. Салат с кускусом и сушеной клюквой мы сегодня будем готовить. Вам понадобится кускус, сушеная клюква, карри, сахар, апельсин, оливковое масло, петрушка и орехи. Смешать сухой кускус, клюкву, карри, часть оливкового масла. Смесь заварить кипятком, остудить, добавить петрушку, измельченные орехи и сахар. Заправить смесью апельсинового сока и оливкового масла. Какой-то нехитрый такой рецепт. А вот в каждом нехитром рецепте есть повод для того, чтобы много чего вам сказать, ребята. Даже в таком нехитром рецепте. Так что давайте не будем хитрить, а давайте будем заниматься делом. Что там у нас? Что у нас там не хватает? В садок пойду клюкву. Приносите, пожалуйста. Я ставлю воду для кускуса. Какой интересный состав продуктов. Наверное, вкусный должен получиться салат. А что такое странное слово «кус-кус» обозначает? Ну что ж, вы меня хотите завести? Нет, я вас хочу развести. Кус-кус. Вот он. Вы все равно ничего не видите пока. Не спрятал. Вот он, сказал мастер, и спрятал кус-кус. Ну, кус-кус. Посмотрите, Лена, что это. Вот опишите свои впечатления. Пощупайте его. Погрызите его. Это похоже на дробленое пшено, но какое-то... Ну, пшено сильно ярко-желтое. Это какое-то такое, не знаю, как макароны, что ли, какие-то. Но только, опять же, как какие-то дробленые. Ну, правильная мысль. Правильная мысль. Вы знаете, что? Кус-куса нет в природе. Такого растения нет. Это не крупа, которую добывают из каких-то там, например, злаковых. Это искусственно созданный продукт. Но не думайте, что это плохо. Это действительно очень похоже на макароны. То есть где-то между крупой и макаронами. Объясню вам на пальцах сейчас. Представьте себе бетономешалку. Бывали на стройках? Бетономешалка. Это такая бочка, по сути, которая находится под углом к земле. На такой палке, которая может вращаться. В общем, эта бочка под углом вращается вокруг своей оси. В нее забрасывают, там, скажем, цемент. Льют молоко. Ой, видите. Воду. Песок добавляют. Получается какой-то там бетон, цемент, не знаю что. Настоящий повар, даже на стройке повар, молоко в цемент пьет. Так вот. А что, яйца раньше лили? Так вот, если в эту бетономешалку насыпать не цемент, а манную крупу. Манку. И вот она, эта бочка, начнет вращаться. И вот если в эту бетономешалку понемножку подливать воду и подсыпать муку, получается, что каждая частица манной крупы будет как бы одеваться, накатываться, по сути, тестом. Потому что мука и вода дают тесто. То есть это своего рода накатанная тестом манка. Поэтому вроде бы крупа, да, а вроде бы уже нет. А на манке слой теста, по сути, макарон. Макароны. Поэтому в мире называют кускус, скажем, марокканской пастой. То есть марокканскими макаронами. Вот что такое кускус. А почему название такое странное? Я не знаю почему. А он одинакового только, вот объема такого бывает или больше бывает? Нет, он обычно такого. Такого? Да, такого. Я не знаю, почему называется кускус. Но это арабский мир. Это очень популярная штука в арабском мире, на Ближнем Востоке, в Израиле. Ну, в общем, там. В Север-Африке. Но вещь очень хорошая, потому что кускус невероятно хорошо может впитывать в себя ароматы других продуктов. Сам при этом имеет такой слабо выраженный, очень приятный вкус. Вот что такое кускус. В рифму уже говорю. Нормально. После такого теоретического вступления можно начинать готовить. Быстро переходить к практике. О! Значит, кускус еще знаете, чем хорош? Женщины, послушайте меня. Я так стою, вот обняв эту кастрюлю. Но послушайте меня. Кускус хорош тем, что готовить его нужно примерно минуты две. Вы можете себе представить? Вы что-нибудь умеете за две минуты приготовить? Вы можете сварить макароны за две минуты? Легко. А, ну это да. Вы можете рис сварить за две минуты? Нет. Нет. Вы можете гречку сварить за две минуты? Нет. Вы вообще ничего не можете сварить за две минуты. И правильно, потому что это тяжко. Кускус готовится две минуты. Его даже варить не надо. Смотрите. Кастрюля. Кускус. Не мыть ничего не надо. Не, не, кускус не моют. Представьте, что это макароны. Макароны мы же не моем. Немножко соли. Что мы договорились? Оливковое масло. Прямо сюда. Ну, не совсем чуть-чуть. Оригинальный способ приготовления. Положим, перемешаем, положим немножко клюквы. А прямо туда вот? Да. Это такая вяленая-подсушенная клюква. А если свежую, какую-нибудь или свежемороженую? Свеженая не проканает. Почему, интересно, не проканает свежая? Сейчас узнаем, когда вернется. Почему не подходит свежая? Ну, свежая клюква не подходит, потому что здесь смысл в том, что, понимаете, кускус здесь набухает. И какой-то сухой продукт вместе с ним тоже немножко может разбухнуть. А свежая клюква, она может прорваться и дать свой сок, который нам здесь совершенно не нужен. Он окрасит кускус. Мы хотим, чтобы кускус оставался таким желтеньким. Да, но а почему тогда клюква обязательно? Может быть, там, я не знаю. Да можно без клюквы. Изюм какой-нибудь. Возникла такая идея с клюквой, потому что кускус, ведь он, это ведь салат, да? Потому что кускус хорош как гарнир и как салат в холодном виде. Но кускус любит кислинку. Вот нам клюква даст эту кислинку. Очень странно. Макароны какие. Кускус – это что-то среднее между крупой и макаронами, как сказал мастер. Еще и салат теперь из этого делается. Салат, да. Странная какая-то концепция еды. И я вам скажу, что такие салаты популярны в мире. Они считаются легкими салатами, несмотря на то, что все-таки это углеводы. И в особенности, знаете, когда в летнее время. Казалось бы, в летнее время надо жрать овощи. Холодные, там, редиску грызь, огурец, помидор, сладкий перец там жевать. А вот летом хорош такой холодный салат. Он легкий, и вместе с тем он дает ощущение сытости, потому что нам важно его все-таки иметь. Ну ладно, немножко карий. А что за национальность такая вот у этого рецепта? Потому что и карий, и кускус, и клюква сушеная, и жариковое масло. Почему вы считаете, что у каждого рецепта должна быть национальность? Я думаю, что каждый рецепт просто принадлежит той или иной национальной кухне. Вы же знаете много всяких интересных рецептов. Не обязательно. Всякие традиции. Не обязательно совершенно рецепт должен быть привязан к национальной кухне. Есть какие-то общечеловеческие вещи, которые никак не могут быть, да, придвинуты к какой-то кухне. Ну, не знаю, ну, нет. Кто-то же придумал это. Я вам говорю, что сам продукт, он ближневосточный, север Африки, арабский продукт. Клюква, совсем другая история здесь. Это где-то Америка даже, потому что в Америке популярна вяленая клюква. Карий, это Индия. Апельсин, ну, это апельсин. Сайгак, это сайгак, понимаете? Вот уж я не знаю. Это горе, горы, это море. Ой, как уже вкусно пахнет мне. Дайте мне тоже будет вкусно пахнуть, дайте по-нибудь так. Ну. Вот теперь мы, смотрите, что делаем. Почему две минуты, почему быстро? Я налью сюда кипяток. Сколько? Налью так, чтобы уровень кипятка был выше уровня кускуса, где-то на сантиметр. Потому что он увеличится в объеме? Да. Он, кускус, в себя впитает эту воду. Ну, как всякая крупа, которая варится, как всякие макароны, которые варятся. Но только варить не надо. И, конечно, желательно закрыть, накрыть крышкой, где у нас крышка. Если нет, можно накрыть просто тарелкой. Чтобы крышку долго не искать. Вот, собственно, и вся история приготовления кускуса. Если вы хотите, чтобы кускус был горячим гарниром, будем сразу есть. Ну, то есть, если он гарнир, то, соответственно, без клюквы, без карри, без масла, оливкового. Можно с чем-нибудь другим. А если вы хотите, чтобы это был холодный слад, надо остудить. Нам нужны орехи здесь, я вспоминаю. Орехи нам любые нужны? Ну, можно, собственно, любые орехи. Я сейчас их подсушу, пока суд доделал. Зачем? Ну, нам нужно их измельчить. Они лучше измельчатся. И будут вкуснее, потому что погретые орехи всегда вкуснее, чем орехи, так сказать, не погретые. Здесь смесь орехов. Здесь миндаль, здесь кишью, здесь арахис. Фундук, по-моему, да. Да, фундук есть. Красиво у нас такая смесь орехов. Можно подсмотреть, что там с кускусом происходит. Ну, он уже работает. Он уже впитывает в себя влагу. Он-то подсмотреть не дал. Сам посмотрел. Нет, ну я посмотрел, что все нормально. Что теперь делаем? Апельсиновый сок нам нужен. Можно выжимать? Выжимайте. Хоть покажите мне, как выжимать апельсиновый сок. Надо покатать чуть-чуть апельсинку по столу. Да? Да. Тогда лучше будет выжиматься сок. Она сейчас потреснет уже у вас. Не надо сильно так катать этот несчастный апельсин. Очень ужасно несчастный. Может, у него все удалось в жизни. Весь нам нужен сок целый? Я думаю, что половинка нам хватит. По-арабски я заговорил. Половинка нам хватит. Ой, он какой-то, между прочим, не очень-то и сочный. Он большой и красивый, но... Нет, смотрите. Большое и красивое всегда все не сочное. Да. Бывает даже с гнильцой. Да. Какое философское замечание. Ну, вот как-то вот... Вот. Хватит. Хватит. Для вас хватит. Все нормально. Для вас. Все хорошо. Вот мы... Лена выжила сок. Тоже заметьте, видите, какая забавная заправка здесь будет? Апельсиновый сок и оливковое масло. Я думала, мы оливковое масло уже туда положили. Пусть... Туда мы положили, чтобы кускус не особенно слипался, чтобы он был рассыпчатый на выходе у нас. Поэтому сразу заметьте, это очень важный прием. Горячий ли кускус, холодный ли кускус мы будем потом есть. Всегда на сухую смешать с маслом, хорошо перемешать и только потом заваривать кипятком. Это очень важно. Ну, вот здесь уже неплохо все. Воды почти не осталось. Вода всасывается. Вода на глазах просто всасывается кускусом. Я-яй, руками по горячей сковородке. Я немножко хочу просто взять... Вот фундук уже подсыхает, да, я его руками прямо попробую очистить. А какие орехи наиболее хорошо сюда пойдут? Или вот смесь это нормально, но... А, все орехи хорошо. Я бы, может быть, конечно, выделил среди этих орехов кишью. Очень хороший орех, который хорошо сопровождает всевозможную восточную еду. Ну, другие орехи, так сказать, они просто составляют компанию сейчас кишью. Поэтому, может быть, так тоже неплохо, когда у нас есть какое-то разнообразие орехов. Ну, вот посмотрим. А измельчать? Измельчать что? Орехи. Будем измельчать как-нибудь. Исхитримся. Сейчас еще немножко. Мы подержим кускус, чтобы он чуть-чуть еще набух. Я вижу, что еще есть здесь у нас резервы. То, что это блюдо необычное, это уже понятно. Во-первых, это сам кускус. Во-вторых, салат все-таки, да, не что-то там еще... А полезность-то его в чем? Ну, вы знаете, что кускус ведь не варится. И опять же, он, как я уже неодвратно говорю, в этом близок к макаронам, потому что мы его не варим. И есть возможность остановить процесс так, чтобы не набух крахмал в кускусе. И тогда он не будет давать лишние калории нам. Потому что, когда крахмальное зерно не набухло, оно не усваивается. Или, во всяком случае, усваивается хуже. Вот что происходит. Сейчас немножко орехи полежат, тогда они будут более такими податливыми, и мы хорошо их измельчим. Маслянистые такие. Это не масло пустили, это ореховое масло получается? Да, конечно, немножко они могут масло пускать. Ну вот, эта штука готова. Мы сейчас можем даже взять уже стеклянную миску и выложить в нее кускус. Сам непосредственно кускус. А он свободно в магазинах продается? Его можно купить? Ну и, как правило, он есть. Его сейчас, ну вы понимаете, его в нашей стране не делают. Ну, у нас много чего не делают в стране. Но есть производители у нас в стране, которые его укладывают в пачку, фасуют его, и он уже продается, так сказать, под именем какого-то отечественного производителя. Ну, это нормально, как рис, например. Многие наши производители риса, например, пишут на упаковке, что вот такой-то производитель наш. Но происхождение риса, допустим, Вьетнам. Мы знаем, что это наш производитель, но он вагонами покупает рис во Вьетнаме, доводит его до ума, там шлифует, сортирует и развешивает в пачке. Или там Египет будет написано, или будет написано Китай. Точно так же кускус. Его у нас не делают. Много кускуса производится в арабских странах и во Франции. Я думаю, вы догадываетесь, почему во Франции производят много кускуса. Понятия не имею, ну ладно. Потому что Франция – это арабская страна. Там живет очень... Вот как неожиданно. Там живет очень много выходцев из арабских стран, поэтому там культура потребления кускуса очень высокая, и там его даже выпускают. Так, что нам с орехами-то теперь делать? С орехами измельчить надо. Придумайте какой-нибудь способ. Можно накрыть пергаментной бумагой и постукать молоточком. Ну давайте попробуем постукать молоточком. Нет, не получается? Нет, давайте постукаем. Можно скалкой. Ну, может быть, молоточком будет лучше даже постукать. Вот молоточек. Вот стукалка, в общем. Стукачок. С Петровки. Однако, какие широкие познания о жизни. Давайте постукаем сейчас. Вы будете, Илья? Нет, Лена, сделайте уже это сами, мне приятно будет. Надо не давать орехам убежать только. Вот сейчас как раз хорошо промахнуться. За все обиды, которые были нанесены ранее. Сказать, ой, нечаянно. Хорошо орешками запахло. Всякими причем. Прекрасно. Да? Да. Вот это так хватит? Так. Называется измельченными? Нет, ну измельчили. Надо, чтобы они не были в пыль, потому что мы же должны видеть, что это орехи. Это туда? Все? Да нет, никуда еще не туда. Надо держать на бумаге пока. Нехай себе лежит. Так, делаем заправку. Миску, апельсиновый сок, масло. Как-то странно. Заправка, апельсиновый сок там разбавленный маслом. Как же это заправка? Это заправка. Апельсиновый сок кислый? Отчасти да. Можно считать, что это уксус? Можно. Какая самая стандартная заправка для салата? Уксус, растительное масло. Вот и вся история. Так, дальше. Дальше мы делаем петрушку. Ух ты. Я нашинкую петрушку. Я бы еще, знаете что, вот я смотрю, у нас тут висит, лежит, вернее, красный лук. Я еще хочу красного лука сюда использовать. Я вам покажу, что мы будем делать. Какие странные. Женщины, не бойтесь. Это будет не страшный красный лук. От этого плохо не будет. Шинкуем петрушку. Давайте я тогда что-нибудь лука, я не знаю, что-нибудь сделаю с луком, пока очищу. Очистить можно, да. То как-то неудобно. Учитель готовит, ученик стоит, смотрит. Какой-то не очень удачный у нас лук тут, между прочим. Вот такого количества хватит. Ну, я хотел не так. Ну, все испорчено, как всегда. Но инициатива, женская инициатива, конечно, это беда. Это беда. Она мне говорит, я буду сейчас что-то делать. И все делать не так, как надо. А как надо? Так вы скажите, как надо. Я не успел еще сказать, как надо. Я думал, что вы собираетесь лук просто почистить. Вы хотели кольца? Естественно. Что же естественно? Для мужчины кольцо это не так естественно. Я хотел кольцо. Луковое кольцо, естественно. Другое нет. Правильно. Надо все делать самому. Так вернее. Ну, это один из способов, как-то так, знаете, от работы, отстраниться немножко. Ой, не получилось. А то я буду стоять и смотреть, как мастер режет лук сам. Парочку колец. Обручальное кольцо. Непростое украшение. Он поет. Это так редко с ним бывает. Я практически первый раз слышу, как вы поете. Двух, серодец, одно решение. А говорит, что для мужчин это другое луковое кольцо. Видите, ассоциации те же. Приятно. Это я издеваюсь так над женщинами. Нарезая большое количество лука. Плаксивая песня про кольцо. Хуже песен-то не было никогда. Между прочим, мужчины поют. Ну, тем хуже. Для нашего имиджа. Так. Я сбился с мысли с вами. Вы что-то там говорили про кольца. Значит, кускус, чтобы он был еще более рассыпчатым, надо после того, как он остыл, распушить вилками. Распушить вилками. Это распушить называется. Распушить, да. Распушили. Ой-ой-ой. Теперь немножко дадим внутрь петрушечки. Знаете, сюда хорошо еще положить не петрушку, или вместе с петрушкой положить мяту шинкованную. Это мне только сейчас пришло в голову. Я вспомнил, вернее. Но можете это записать себе где-нибудь на манжетах. Теперь... То есть это всегда хорошо, да? Кускус мята. Да, кускус мята. Теперь заправляем, заправляем апельсиновый сок с маслом. Ничего делать не дает. Заправочка. Есть. Всего две ложечки. Опять распушим, 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 чтобы рассыпчато было. Может, не надо лук? Да мы не кладем лук. А чего резали тогда? Я покажу, зачем резали. Те у нас тарелочка какая-нибудь. А какая тарелочка вам? Маленькую тарелку, просто плоскую маленькую тарелку. Маленькая, плоская, вот там с вашей стороны. Там с моей стороны. Все у вас, и тарелки тоже. Просто кладем салат. Салат. На тарелочку. Вече-то среднее между макаронами и крупой, с клюквой и с петрушкой. Салат. Салат, салат. Почему салат-то? А что? Вы хотите называть это холодной кашей? Вот холодная каша. Хотите, называйте это какой-то гадостью просто на тарелке желтой. Зачем же сразу так? Ну почему салат? Ну потому что у вас в сознании салат это жирная картошка, смешанная с колбасой, с зеленым горошком из банки, с салеными огурцами. Не обязательно. Вот это для вас салат. Помидорчик, огурчик, салат. А когда что-то человеческое готовишь, для вас это не салат, а так у вас в голове сидит. Мамочки, какой. Как он страшен в гневе, пусть лучше поет. Нет, ну так а что? Спойте еще. Салат. Это не оливье. Хряпа вот эта вот. Это не хряпа оливье. Это нормальная еда. Здоровая, вкусная и легкая. Не могу, завели меня. Все. Так, ладно. Теперь вот, смотрите, я как бумагу нарезал этот лук. Что, будет преступно, если я вот сейчас так парочку вот таких колец условно положу? Это что, преступно? Это неприступно. Это интересно. Вот. Теперь немножко зелени опять. Сразу как весело, видите, становится. Очень. И теперь орехи тоже посыпем так, чтобы было весело. Весело. Вот, весело. Очень весело. Нет, вы можете смеяться над мастером, пожалуйста. Ну что вы, как можно смеяться над мастером? Просто на самом деле интересный, необычный вариант салата. М-м-м. Да? Я думаю. Мне кажется, что это не оливье. Плохой салат. Картошки нету. Соленых огурцов нету. Зеленого горошка тоже что-то я не чувствую. Странно. Мастер ничего не чувствует. Боже мой, что же я с ним... Вареной колбасы нету. Мы теряем его просто на глазах. И главное, нету майонеза. Тонны майонеза здесь нету. Как же мне это есть? Все, а? Я попробую сейчас. Может, я горошек найду хотя бы. Я не знаю, как это можно есть. Это невозможно есть. М-м-м. Но все-таки я бы не называла этот салат. Это кашка. Вкусная очень кашка. Не, хорошо. Ну пусть будет кашка. Но скажите, это плохо? Ну это очень хорошо. Это так вкусно. Как там работает клюква? Правда хорошо работает? Кислинка есть. От апельсина есть кислинка. Вот такое съел, так тебе хорошо будет. Ты будешь живой. Ты встанешь из-за стола. Будешь заниматься созидательным трудом. А не сидеть, как удав. И переваривать все это. Если без лука, то это завтрак. Очень хороший, мне кажется, питательный завтрак. Не, ну, лук я положил условно. Конечно, женщины могут пренебречь луком. Это потому что по цвету, вы знаете, хорошо по цвету, когда на желтом лежит немножко такого фиолетового лука. Но, опять же, вы можете это опустить. Орехи поел. Что тут плохого? Я же не сказала, что это плохо. Я просто сомневалась. Пока не попробовала. Нет, я злюсь, потому что вы сейчас введете себя, Лена, абсолютно естественно. И вы сейчас вот мне демонстрируете, что происходит там. Как сидят женщины, мужчины, их перекосило всех вот так вот. Потому что они видят, что это не Оливье. Я это понимаю прекрасно. Я с вами буду биться и дальше, ребята. Я вас научу кулинарию любить. Я вас научу любить вкусную и здоровую еду. Вы меня забудете про Оливье навсегда. Я злой сегодня. Сейчас попробуем задобрить мастера. Давайте попробуем. Я повторю все, что вы делали, ну, так сказать, теоретически. Для того, чтобы... Давайте. Давайте. Вот знаете, что я вам хочу сказать? Кускус – это здорово. Это вкусно действительно. Может, там так и назвали кускус. Потому что вкусно. Это такие легкие-легкие-легкие макароны, которые не нужно варить. Нужно заварить просто кипяточком. Ну, предварительно добавив туда оливкового масла. Потому что мастер сказал, что по-другому. Ну, будет, наверное, не очень хорошо. Можно испортить даже на им кускус. Мы добавили туда сушеные, точнее, вяленые клюквы. И вот это сочетание оказалось очень удачным. Это все мастеры. Это все не мы, конечно же. Мы чуть-чуть подпекли орешки, чтобы они стали намного вкуснее. Это была смесь орехов. Там был фундук, арахис, миндаль и кишью. Мы сделали заправку, потому что она состояла из двух частей. Это был апельсиновый сок, и это было оливковое же масло. Мы добавили немножечко лука для цвета. Ну, так просто, потому что красиво. Для декора, наверное, скорее всего. Мы добавили туда еще петрушки чуть-чуть. Стало совсем веселее. И действительно вкусная и легкая еда. Это замечательный завтрак. Ну, может быть, не менее замечательный ужин, я хочу сказать. Действительно вкусно. Ну, простите. Ну, что ж, сейчас Лена в очередной раз убедила меня в том, что очень трудно разбивать стереотипы. Она сейчас это все объяснила таким издевательским голоском. И мне понятно, что ей трудно принять такой рецепт салата. В общем, дорогие дамы, у меня одна надежда на вас. Потому что мужчинам вообще не пробиться. Мужчины – это такие камни. Они уже так закостенели, что их сознание не изменить. А мне хочется, чтобы мужчины ведь вкусно ели, и не только вы. Поэтому я через вас буду воздействовать на мужчин. Вашими руками, вашими мозгами, вашими лицами. Чтобы вы немножко меняли их сознание. Так что слушайте меня тихонечко, не перебивайте. А потом немножко меняйте своих мужиков.